Сегодня отличный весенний день. Пришло время обработки сада ранневесенней. На заднем плане у меня уже приготовленная жидкость. Сейчас я расскажу, как ее готовить. Это опрыскиватель, ну и препараты, которыми мы будем обрабатывать. Я хочу поделиться именно своим опытом обработки. Это отличный препарат 30В. Он работает по перезимовывающим стадиям личиночным и имага. Также их кладкам яиц, которые в коре находятся на деревьях, на наших плодовых. Отлично защищает благодаря своим масляным свойствам. То есть он покрывает кладки яиц вредителей и самих вредителей зимующих масляной пленкой. И тем самым, не давая им дышать, уничтожает их. Препарат малотоксичный, относится к 4 классу. Кто знает, что это обозначает. То есть он очень малотоксичный. Препарат отлично смешивается с большинством известных на рынке инсектицидов, пестицидов любых. То есть его можно использовать практически совсем. Очень-очень хороший препарат. Второй препарат чемпион. По сути это тот же медный купорос. Медь содержащий порошок водорастворимый. Отлично работает по грибковым заболеваниям, которые на коре содержатся. То он контактного действия. Очень хорошо работает. Вот убивает споры, бактерии, грибковые заболевания. Итак, собственно, для чего нужна ранневесенняя обработка? Для того, чтобы убить зимующие стадии насекомых, их кладки яиц. И также, чтобы поработать с грибками, именно против грибковых заболеваний и бактерий на растении, которые перезимовали в коре. Как правило, они перезимуют в корее, в приствольном круге. Самое важное, на что нужно обращать внимание, это на температурный режим. То есть обработку стоит проводить после наступления плюсовых температур. Плюс 4 и выше, соответственно. Погодные условия. Лучше выбирать солнечную погоду, вечер, либо утро. Когда вы выбираете направление, с которого обрабатывать дерево, вы должны становиться так, чтобы ветер не дул в вашу сторону. До ближайшего дождя должно быть не менее 5 часов. Хотя препарат 30Б отличным прилипателем является, так как он на масляной основе. И, в принципе, очень плохо смывается. Для растений это хорошо, для вредителей, соответственно, очень плохо. На момент обработки дерево должно еще спать после зимы. То есть это можно легко проверить, срезав веточку. Если нет сокодвижения, вы можете спокойно обрабатывать. Соответственно, если почки уже набухают, и вы видите зеленый конус, то тут нужно уже действовать аккуратно, уменьшать концентрацию препарата чемпион, медь содержащего. Так как вы можете обжечь молодые листья, которые собираются отрастать. Что касается приготовления рабочего раствора. Рабочий раствор готовится, ну, в данном случае у нас идет пакетик чемпиона 40 грамм. Он идет на 10 литров воды. Его желательно разбавлять в теплой воде. Обязательно. Препарат 30Б. Перед тем, как его добавлять в рабочий раствор, обязательно нужно взболтать. Так как он является масляным препаратом. Вот, обязательно. То есть это эмульсия. Вот, в принципе, каких-то требований особых к приготовлению раствора нет. А что касается именно расхода нормы, то есть здесь у нас литровая бутылочка. Мы добавляем одну треть на 10 литров. В России тоже есть такие же аналоги этого препарата. Называются они по-другому. Можете погуглить в интернете. Вот, у нас на Украине он называется препарат 30В. Как обрабатывать дерево. То есть посредством вот такого мотоопрыскивателя, либо же ручного, то есть что у вас имеется в наличии, вы должны покрыть полностью все ветви, стволы деревьев, вплоть до того, чтобы даже препарат слегка стекал. Вот, со всех сторон абсолютно. Надо быть очень аккуратным, если у вас есть какие-то строения возле деревьев, либо же стоит автомобиль, либо какие-то окрашенные поверхности. Вот у нас стоят здесь автомобили. Поэтому при обработке мы будем очень аккуратно себя вести, для того, чтобы наш медный купорос не покрасил нам лакокрасочное покрытие. Чем, собственно, не стоит обрабатывать, на мой взгляд. Есть старые препараты, которые очень высокотоксичные, такие как днок. Я бы ими не обрабатывал, потому что они очень долго разлагаются в почве, и вы, по сути, травите свой сад. Они очень токсичные. По сути, это напалм. Также не стоит добавлять карбамид. Когда дерево находится в спячке, сок не движется по его сосудам. И карбамид у вас не работает, то есть вы его просто тратите зря. Карбамид стоит добавлять, когда уже начнется вегетация полностью, когда уже пойдет сок по сосудам. Тогда вы можете добавлять карбамид, либо мочевину. Отдельно хочется сказать про железный купорос. Он также хорошо работает, хотя и более токсичен для окружающих поверхностей. Но почему мы им не работаем? Так как он оставляет ржавые следы, и даже дерево в продолжительное время остается не очень красивым. Хотя работает он точно так же, как и медный купорос. Им лучше работать, если вам не нравятся лишайники на ваших деревьях. Часто бывает так, что яблони зарастают лишайниками. Вот можно посмотреть здесь поближе. Вот такого плана наросты зеленого цвета, желтого, либо синего цвета. Если вы его приготовили, обязательно надо им воспользоваться, потому что он утратит свои свойства буквально через несколько часов. Поэтому наколотили, обработали, все забыли. Субтитры создавал DimaTorzok И так мы закончили с обработкой деревьев. Мы обработали в общем числе 4 дерева. Примерно где-то потрачено рабочие жидкости по 2,5 литра. Ориентировочно на дерево. Вот такого плана. То есть здесь примерно 4 метра крона диаметром. И что хотелось бы сказать, перед обработкой обязательно обрежьте свой сад, для того, чтобы меньше пошло рабочего раствора на растения. Вот эти лишайники через какое-то время отпадут. Вот у нас зелененькие тут обросли. И это можно будет увидеть. Возможно, я даже сниму результат. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Продолжение следует.